МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дагестанская пряжа снова востребована. Наша республика в числе пилотных проектов по переработке шерсти. Подробности заседания у наших корреспондентов. Трое дагестанских студентов стали победителями Всероссийской Олимпиады по исламским дисциплинам. Как прошла встреча в аэропорту Махачкалы, расскажут мои коллеги. Протянем руку помощи. Телеканал «Анантэ» и фонд «Инсан» продолжают рассказывать о тяжело больных детях, которые нуждаются в помощи. Ассоциация владельцев АЗС под подозрением. Дагестанская УФАС возбудила против нее дело по признакам незаконной координации экономической деятельности. По данным ведомства, президент организации путем рассылки сообщений подводил владельцев и арендаторов к одновременному повышению цен на газ и бензин. Напомним, что дагестанцы не единожды за последние месяцы жаловались на резкое подорожание топлива. Дагестан назван в числе пилотных регионов, где планируют развивать глубокую переработку шерсти. Об этом в ходе заседания по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования, которое прошло в Минводах, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Сенаторами совместно с профильными ведомствами уже вырабатываются соответствующие предложения. Сформирована межведомственная рабочая группа. В пилотный проект включены и другие субъекты страны – Карачаево-Черкесия, Ставропольский край и Калмыкия. Самое масштабное празднование столетия великого дагестанского поэта Расула Гамзатова прошло в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Выставка картин, фотографий и эксклюзивных изданий поэта. Мастер-классы, выступления известных артистов – все это и не только было в программе торжественного вечера. Мероприятие посетили депутаты, министры, близкие поэта и его семьи, школьники и студенты, которые отличились в учебе. Среди гостей также глава Дагестана – Сергей Меликов и президент России Владимир Путин. Верный сын древнего аварского народа, душа Дагестана, да и всей России, он был и остается ярчайшей звездой отечественной культуры. Сквозь годы, эпохи и поколения творчество Гамзатова несет свет добра, созидания и любви. Как камертон настраивает чувства людей на понимание того, что в нашей жизни действительно значимо и важно. Популярные российские артисты из Дагестана Марк Тишман и Жасмин рассказали, что росли вместе с именем главного поэта республики Расулом Гамзатовым. Мама Жасмин читала для дочери стихотворение из цикла «Мой Дагестан», а мама Марка Тишмана дала имя сыну в честь композитора, который исполнил легендарную композицию «Журавли». Песня «Журавли», которая для меня, конечно, главная песня Расулу Гамзатова, ее исполнитель Марк Бернес. И он не просто исполнитель, он увидел эти стихи, и он попросил композитора, чтобы была написана музыка на стихе. А меня мама в Махачкале назвала в честь Марка Бернеса. То есть, я сегодня об этом думал и ехал сюда, да, на концерт. Это потрясающая песня. Да, она каждый раз прошивает, насквозь дает службу. В Махачкале подходит к концу реконструкция парка Ленинского комсомола. Об этом сообщил мэр города. На сегодняшний день уже на 95% выполнены работы по монтажу дорожек из тротуарной плитки, бордюрного камня, уличного освещения и поливочного водопровода. Площадь объекта составляет 210 тысяч квадратных метров, из которых более половины территории заняты зеленой зоной. Максимально сохраняются все зеленые насаждения. Произведена распиловка сухих и аварийных деревьев в количестве 30 штук и омоложение 140 деревьев по согласованию с Министерством природы и экологии Республики Дагестан. При этом в целях компенсации запланирована посадка более 300 саженцев в осенне-зимний период. Отметим, что данные работы проводятся в рамках программы функции столицы Республики Дагестан. Все мероприятия по реконструкции планируют завершить до конца текущего года. Трое дагестанских студентов стали победителями Всероссийской Олимпиады по исламским дисциплинам и арабскому языку. Образовательный конкурс проходил в Казани. В нем принимали участие сотни молодых алимов не только из регионов страны, но и стран СНГ. Сегодня победителей встречали в аэропорту Махачкалы. Подробнее в сюжете. Студенты Дагестанского исламского университета имени Мухаммада Арифа в очередной раз продемонстрировали высочайший уровень религиозного образования. На Всероссийской Олимпиаде по исламским дисциплинам и арабскому языку из четырех возможных дисциплин ребята заняли первые места в трех. Сегодня в аэропорту Махачкалы встречали ученые-богословы и доктора наук. Мы готовились усердно. Конкурс, то есть Олимпиада была на высоком уровне и конкуренция тоже очень сильная была. Раньше этот конкурс был всероссийский. В этом году он перешел на международный уровень. И поэтому представлять свой университет, Дагестанский исламский университет на таком уровне и показать такой хороший результат для нас очень приятно и отрадно. Я участвовал в номинации «Основы религии» – это «Адисоведение», «Карановедение» и также «Сиропосланника Аллаха» саллаху алейху ассалям. Эта номинация отличается от других, потому что она более трудная. Было 108 вопросов, все письменные, и на это давалось три часа. Алхамду лилях, благодаря упорной подготовке, из-за того, что Муалим тоже следил, чтобы мы готовились, мы хорошо подготовились и получилось ответить на эти вопросы и показать уровень нашего университета образования в Дагестане на международном уровне в этом году. Вы первый раз или ранее участвовали? Я первый раз не ожидал, но, алхамду лилях, я то, что Муалим подготовил, хорошо, поэтому выиграли. Всего в Олимпиаде приняло участие более 300 лучших студентов из 35 учебных заведений России и стран СНГ. Образовательный конкурс проходил в Казани в течение двух дней. Молодые знатоки выполняли задания как тестовые, так и письменные. Готовились ребята очень хорошо, очень упорно, плотно, и результат у них получился. Один из наших участников, Батимурзай, он является единственным участником, который занял в трех номинациях первые места. Единственный человек получился. Хочется подчеркнуть, оказался среди них наш студент, который в этом году поступил на направление лингвистики. И очень было отрадно видеть все это, это интеллект, это заслуга этих ребят, это заслуга этих, кто их готовил, воспитывал. И, значит, все однозначно отмечали, что все награды по Олимпиаде Кавказ забрал. Какое это было видеть, что наши регистанцы на такой подиум? Я был, сидел в первом ряду, и когда видел, называют наших ребят, я был рад, счастлив за то, что вот такие ребята у нас есть. И это показатель, как поставлена система обучения в этих учебных соведениях. Победителям вручили грамоты и ценные подарки. Отметим, что Дагестанский исламский университет имени Мухаммада Рифа готовит в свет высококвалифицированных специалистов с религиозным образованием на протяжении вот уже более 20 лет. Хамз Нур Магмедов, Аляс Хаб Магмедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Коллектив газеты «Ас-Салам» выразил благодарность своим волонтерам за их бескорыстный труд, организовав для них мавлит в мечети имени Зайнулы Шарифира Сулева. Имамы, которые общаются с представителями печатного издания во всех субъектах Российской Федерации, рассказали о позитивном воздействии доброй газеты на ее читателей и подписчиков и пожелали распространителям вознаграждения за их благородный труд. Вот в Сибири нам представитель рассказывал, как женщина, которая месяцами думала, не могла решиться тоже, полностью решила покончить жизнь самоубийством, так как у нее молодой сын умер и смысл жизни потеряла. До тех пор, пока она в руки не получила газету «Ас-Салам», не прочла из этой газеты статью «Мать и сын» и полностью осознала, что есть смысл ей жить дальше. И две недели искала этого представителя. В одном человеке, который здесь находится, бывает обычно совмещено много профессий, которые стараются что-то для ислама полезного сделать. Теперь такой риторический вопрос, на который ответа не бывает, но который мы все понимаем. Какая из этих должностей интересно приведет человека в рай? Никто не знает. Посланник Аллаха, салли Аллаху, али ас-Салам, нам именно не открыл тот амал, один амал, из-за которого человек может в рай попасть. Нету такого амала, никто не знает, какой это амал. Благословенный месяц Раби-юль-Авваль Мавлит Ан-Наби состоялся в Дагестанском гуманитарном институте. Почтили его своим присутствием государственные и религиозные деятели, преподаватели и студенты вуза. Программа мероприятия была выстроена по основным, наиболее важным фрагментам жизни пророка Мухаммада, мир ему и благословения Всевышнего. В ходе мероприятия также звучали чтения Священного Корана, нашиды, а студенты вуза подготовили сценку из жизни с подвижника Беляла. В завершении всех присутствующих ждал плов и чаепития у самовара. Протянем руку помощи. Телеканал ННТ и фонд Инсан продолжают рассказывать о тяжело больных детях, которые нуждаются в помощи. Сегодня в нашей с вами поддержке нуждается 7-летняя Хабиба, у девочки ДЦП. А необходимая реабилитация, чтобы поднять малышку на ноги, стоит немалых денег. Подробности в сюжете. О чем ты мечтаешь, Хабиба? Ходить. Ходить, чтобы мои ноги пошли. Чтобы мы вместе с собой ходили. Эта малышка очень старается читать и считать. И могла бы уже в этом году пойти в школу. Однако из-за ее диагноза мечту пришлось отложить. По словам мамы, не сразу поняли, что у девочки есть проблемы со здоровьем. И, скорее всего, причиной болезни стала врачебная ошибка при родах. У нас ДЦП, спастическая диполигия. В основном ноги. Мы узнали, у нее диагноз поставили в год. Сразу поехали в Москву. Здесь в Махачкарине давали диагноз и ставили нам. Мама вспоминает, что путь выздоровления Хабибы был тернист. Она пережила несколько операций. Однако сегодня в ней сложно узнать ту девочку, которая просто бездвижно лежала. Шесть лет, как боремся с этим диагнозом. Ездили разные процедуры. И нити делали. И разные, и ботоксы. И операции мы тоже прошли. Три операции на ноги. Но с каждым разом результаты очень хорошие. Сейчас аппараты мы приобрели. Нам сказали приобрести аппараты. Хабиб, давай встанем. Давай, покажем, как ты ходишь. Шаг делай и остановись. Хабиб. Дай себе воздух. Давай. Стой. Молодец. Вот так вот мы и занимаемся с ней. У нас такие хорошие результаты. У нас не было таких результатов. Прогресс действительно заметен. Однако если вовремя, а это дважды в год, не попасть на реабилитацию в специализированную клинику, у малышки может произойти регресс. Однако каждые полгода находить сумму в несколько сотен тысяч рублей семье из шести человек непросто. Так как у нас, у меня четверо детей, и у меня муж еще как бы работает на трех работах, и я дома с детками, где-то со своими как бы моментами, средствами мы вот перекрываем, вот поездки, насчет вот этих моментов массажа, бассейна, ну, не хватает. Большая сумма нужна на реабилитацию. Потому что, я же говорю, два-три года, два-три раза надо ехать на реабилитацию. Для того, чтобы эта улыбчивая девочка не растеряла свои навыки, ей необходима реабилитация в городе Челябинск. И, возможно, она не только сможет стоять, но полноценно ходить и даже танцевать. Я очень сильно вас прошу, добрых людей, помочь моей девочке. Потому что с такими результатами мы не хотим останавливаться, мы не хотим руки отпускать. Мы хотим, чтобы моя девочка пошла ей на следующий год в школу, чтобы она самостоятельно ходила в школе, пошла так же, как и все детки, с портфелем, с учебниками. Дарила цветы или учительнице со своими уже ножками. Поэтому фонд Инсан открывает сбор для Хабиба Дадашевой в сумме 302 тысячи рублей. Мы с вами тоже можем помочь. Для этого просто нужно перейти по QR-коду на экране, перечислить любую посильную сумму и подтвердить перевод. Протянем руку помощи вместе. Ларьяна Шимхалаева, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Дагестанский дзюдоист Ибрагим Гаджи Сулейманов стал чемпионом России. Турнир в эти дни проходил в Кемерово. В финальном поединке в весовой категории до 90 килограмм Махачкалинин содержал победу над Егором Малкиным из Челябинска. Сулейманов победитель молодежного первенства Европы. В прошлом году он был третьим призером чемпионата страны. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также и в социальных сетях. С вами в студии была я, была Ахмедова. Хороших вам новостей, приятных выходных и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова